Самая страшная книга. Олег Кожин. Зверинец. Начало презентации задерживалось уже на 20 минут. Раздосадованный Бехтерев отчаянно тянул время, надеясь, что вот-вот подъедет фургон телестудии, и взволнованная стройная девушка, как в кино, станет записывать стендап на фоне сваренной из арматуры клетки. Хотелось огласки, съемочной группы Первого канала, топовых блогеров, а жестокая реальность преподнесла им уже наподобную толстяка с блокнотиком и дешевой шариковой ручкой. Даже без фотоаппарата. Два дня назад Бехтерев разослал пресс-релизы и лично обзвонил редакторов всех телеканалов, радиостанций, новостных сайтов и газет, даже рекламных. И вот результат. Вокруг клетки крутится верный митяй с прилипшей к ладоням ВИЧС-камерой, да еще и этот незнакомый дядька с телом глубоко беременной бабы. Невысокого роста головастик в полосатом костюме строгого кроя, недовольно потирал пухлые на маникюренной ручке, явно теряя терпение. Ну что, долго еще? Глубокая контральта журналиста, куда больше подошло бы какой-нибудь грудастой красавице. Где ваш снежный человек? Он взмахнул перед лицом Бехтерева смятым листочком пресс-релиза, многозначительно косясь на пустую клетку. Два квадратных метра пространства, ровно расчерченного рифлеными тенями прутьев. Высоту тоже два метра. Посередине узкая дверца с мощными петлями, громадный навесной замок, для верности перекрученный тяжелой цепью. Окажись внутри пресловутой ети, ни почем бы ему не вырваться, но единственным пленником самодельной тюрьмы была причудливая зогнутая коряга, прислоненная к дальнему углу. Снежный человек, значит? Недобро косясь на Митяя, Бехтерев скрипнул зубами. Тот попытался спрятаться за видеокамерой, оттуда залопотал, оправдываясь. — Не, Степан Антонович, а чё? Ты в лесу присухи устраиваешь, а Митяя людей приведи. Да если б я про снежного человека не написал, вообще бы хрен кто приехал. А так хоть и этот. Митяя кивнул на медленно закипающего журналиста. — Всё ж пресса. Всё ж пресса такого издевательства не снесла. Со словами «Ну всё, с меня довольно» журналист картины нахлобучил кепку и пошагал прочь, к служебной колене, поджидающей у края поляны. Бехтерев грозно обматюгал Митяя и, задавив остатки гордости, бросился следом. — Хрен с ней с гордостью, но растёт ещё. А вот если сейчас не бухнутся обиженному журналисту в ножки, тогда неизвестно, когда представится следующий шанс. СМИ, даже самые неразборчивые и жёлтые, давно перестали обращать на безумного охотника внимание. А Бехтереву нужна была огласка. Именно сейчас ему нужен был этот жеманный толстый чудик с глазами профессиональной щейки. — Постойте, прошу вас. С трудом балансируя на склизлой земле, Бехтерев догнал репортера и ухватил за локоть. — Да погодите же. Тот неохотно остановился. Брезгливый взгляд прошёлся по руке охотника, заставив Бехтереву стыдиться огрубевших пальцев, взбитых костяшек и давно не стриженных ногтей, улыбающихся чёрными каёмками застарелой грязи. Он поспешно выпустил локоть. — Вы, простите, Христо ради, уважаемый, ээээ. — Филипп Иванович, — снисходительно подсказал журналист. — Красовский. Назвать этого холёного свинёнка Филиппка по имени-отчеству, да ещё на вы или дать зубы послать куда подальше, вопрос даже не стоял. Еле живая гордость Бехтереву протестующе пискнула, когда на неё в очередной раз безжалостно наступили. — Филипп Иванович, это Митяй, всё, самодеятель хренов, он же как лучше хотел. Нет здесь никакого снежного человека, они здесь не водятся. Филипп Иванович, да остановитесь же вы, наконец. — А зачем? — глубокомысленно поинтересовалась удаляющаяся спина. — Снежного человека у вас нет. — Так лишак-то есть. Красовский остановился. В прищуренных голубых глазах, всё ещё недоверчиво разочарованных, робко вспыхивали искорки зарождающегося интереса. — Лишак! — охотник поспешил раздуть слабые искорки до полноценных угольев. — Людей с пути сбивает, с ума сводит. — Я прекрасно осведомлён, что значит лишак, — перебил Красовский. — Вы мне сейчас на голубом глазу заявляйте, что вон то бревно в клетке — это он самый есть, лишак? — Ага. Выпалив это идиотское «ага», Бехтерев застыл, покорно ожидая реакции. Он был готов ко всему, что Красовский рассмеётся ему в лицо, покрутит пальцем у виска или даже залепит пощёчину. В то, что Филиппок способен на нормальный мужской удар, охотник не верил. Но в конце любого из этих сценариев уйдёт. Уйдёт, оставив его с придурковатым метяем и девятнадцатью годами поисков, засад, надежд, разочарований и всеобщего недоверия. Но Красовский поправил кепку и бодро кивнул. — Слушай, давайте посмотрим, если так. Суетливый метяй так и ждал у клетки, обозревая бревно через залапанный видоискатель. — Я тоже сперва не верил, пока Степан Антонович его не растормошил. — Шустрая тварь, что твоя ракета? — Как бросится? Я чуть штаны со страху не намочил. Вы не смотрите, что он с виду бревно бревном. Бехтерев поднял с земли длинную жерть, увенчанную на конце здоровенным в полтора пальца гвоздем, перепачканным заводской смазкой. Бревно это не просто так. Внешний вид лешака — продукт тысячелетней эволюции, выработанной для охоты и безопасности. Лешак колобродит. Слышали такое выражение? Самая распространенная история от лесных потеряшек. Заблудился человек, идет-идет, выход ищет, видит уж больно бревно знакомое. И тут же понимает, что мимо этого бревна уже раз пять прошел. Вот тогда наш потеряшка понимает, что все это время круги вокруг одного места нарезал. А на деле? А на деле, повторил заинтересованный Красовский. Большая часть таких историй заканчивается тем, что потеряшка внезапно выходит таки к людям. Хотя бревно говорило о том, что он все время топтался на месте. Кто с лесом на коротке не знаком, тому все кусты одинакоми кажутся. А бревно оно ж приметное, сразу в память западает. Вот и кажется, человеку будто кружит его какая-то сила, выйти из лесу не дает. А на самом деле это Лешак идет за ним следом. Обгоняет и вновь на пути засаду устраивает. Решает, стоит нападать или нет. Лешак, тварюка, осторожное. Так что, по-вашему, получается, всем этим людям повезло? Встретились с Лешаком и уцелели? Повезло как есть, кивнул Бехтерев, осторожно просовывая жерть между прутьями. Знали бы вы, сколько людей в лесах ежегодно без вести пропадает. Вы от клеточки-то отойдите. Митяй торопливо отбежал в сторону. Филиппок последовал его примеру, брезгливо изогнув пухлые губы. Северные народы считали, что Лешаки живность пасут. Кнутами якобы гоняют в стаи волков, помогая им искать пропитание. Это не совсем так. Когда добычи на всех не хватает, Лешак выдворяет со своей территории хищников. Не о них заботится, а о себе. Не перегоняет он их, а преследует. А вот про кнут почти правда. Жерсть за гвоздем зависла над бревном, точно журавль с непомерно длинной шеей. «Да вы, Степан Антонович!» Митяй утопил затертую кнопку рек. Журавль с размаху клюнул бревно в какую-то видимую только ему да человеку его направившему точку. Едва лишь остырье гвоздя коснулось, ее бревно взорвалось. Наросты, сучки и то, что казалось обломанными ветками, сохранившими остатки листвы, вытянулись в стороны, хрустя, высвобождающимися сочленениями. Из центра бревна вылетел гибкий жгут, со щелчком ударивший землю в двух шагах от перепуганного журналиста. Кроссовский отпрыгнул назад, причем не только умудрился удержаться на размытой земле, но даже принял некое подобие боевой стойки. Крутанувшись на месте, бревно мягко упало на многочисленные лапы, в беззвучном вопле разъявило дыру с острыми щепками зубов. Попаучье, перебирая отростками, существо сделало несколько кругов по стенам и потолку, после чего рухнуло посреди клетки. «Класс, Степан Антонович!» — довольно Митяй оттопырил большой палец. «Отменная картинка получится!» Вытаскивая наружу обломанную жерть, Бехтерев внимательно следил за Кроссовским. Тот не выглядел удивленным или напуганным, и это вызывало смутное чувство тревоги, природу которого охотник объяснить не мог. «Занятно!» — кивнул журналист. «Что, и все? Просто занятно?» — Бехтерев не скрывал разочарования. «Давно он у вас?» Раздражение в Бехтереве отчаянно боролось с желанием высказаться. «Последняя победила за явным преимуществом». Я почти два года его выслеживал. Вернее, как, два сезона. Плешаки зимой в спячку впадают. Их тогда вообще от бревна не отличить. Подбрянском случай был, когда охотники зимой такое бревно в костер бросили. Благо, не пострадал никто. Но тот мужик, у которого я историю эту записывал, до сих пор заикается. Так что да, два сезона, с апреля по ноябрь примерно. Повадки изучал, все его тропки-дорожки выведал, как живет, что жует. А последнюю неделю, уже после поимки, все искал, как его растормошить. Он же как понял, что попался, так сразу шлангом и прикинулся. Бревном, то есть. «Ну а вашему брату ведь сенсации подавай, чтобы движение, понимаешь?» А тут расстройство сплошное, а не сенсация. Так что я... Вид безучастной физиономии Красовского окончательно сбил Бехтереву с мысли. И завершил он не в попад. «Так из какой вы газеты говорите?» «Я разве сказал, что я из газеты?» Дело наизумелся Филиппов. «А как же тогда...» Промямил Бехтерев. Все в корреспонденте теперь казалось ему подозрительным. И блуждающая улыбочка, и цепкий взгляд, проникающий, кажется, до самого скелета. И даже то, как он смял кепку в кулаке. «Ударит!» Ни с того ни с сего промелькнула мысль. «Отвлечет внимание и ударит!» Сразу стало неуютно. Женоподобный толстячок начал внушать Степану, если не страх, то серьезные опасения. Хотя какая там опасность? Как противник, Филиппов был пху, плюнуть и расти... «А это ничего, что ваш друг так близко к клетке ходит?» Пухлая рука вытянулась, указывая за спину охотника. «Хочешь, чтоб ты обернулся?» Панически взвизгнул внутренний голос. «Чтоб удобнее, прямо в висок, чтоб насмерть!» Шейные суставы скрипнули. «Не смей!» Сигнальным огнем вспыхнуло мозгу, но было уже поздно. Охотник смотрел, как вокруг ржавых прутев, едва не залезая внутрь, восторженно скачет увлеченный съемкой митяй. Время текло невыносимо медленно, и Бехтерев не сразу осознал, что никто не бьет ее в беззащитный висок. По шее и щекам медленно поползла краска стыда. Чтобы хоть как-то замаскировать глупый испуг, Бехтерев начал забалтывать толстяка. «Да вы не волнуйтесь, я же говорю, или шаг, творюка осторожная. На самом деле на людей они не часто нападают. А то, что он по клетке скакал, так это когда гвоздем, да в причинное место еще не так заскачешь». Повернувшись, охотник понял, что удар он все же пропустил. Похоже, еще в самом начале встречи. Гораздо серьезнее и опаснее, чем просто кулаком в висок. Не сводя с него пристального взгляда, Красовский разговаривал по сотовому. Негромко, но достаточно, чтобы Степан услышал, а услышав, похолодел. «Да, и Гузеева со спецтранспортом сюда живо». Голос Филипка изменился, стал безэмоциональным, пустым, рабочим. «Подтверждаю, реликтовое существо по классификации БХ-200-230, если глаза мне не врут. Что за идиотские вопросы? Конечно, со средствами защиты. БХ же? А вы не суетитесь, гражданин Бехтерев», бросил он Степану. Сказал между делом, но так, что сразу стало понятно. Лишние слова и телодвижение ни к чему. Без них ясно. Его сенсацию, его звездный час, его законную добычу сейчас нагленно, уверенно изымут. Составят протокол, заставят подписать какую-нибудь бумагу о неразглашении, быть может, даже заплатят, чтобы молчалось лучше. А после увезут и спрячут за семью печатями реальное подтверждение того, что все потраченные годы, принесенные жертвой, пережитые насмешки, не зря. Бехтереву хотелось залепить Красовскому в ухо, очень хотелось, но сил в себе он не чувствовал. Руки безвольными тряпками повесили вдоль тела, а глаза безучастно наблюдали, как поляну заполняют невесть, откуда взявшиеся, рослые молодцы в камуфляже. Они работали молча, слаженной деловитостью, напоминая андроидов из старых фильмов про космос. Добавляя картине фантастичности, из леса выехал необычного вида фургон. Черный, конечно же, черный, похожий на бронированную грузовую газель. Видимо, тот самый спецтранспорт. Филиппок расхаживал вокруг клетки с видом Наполеона, коротко отдавая приказы. Все закончилось нереально быстро. Клетка с лишаком исчезла в черной утробе бронегазели, и машина, тяжело переваливаясь на кочках, поползла обратно. Следом за ней потекли молчаливые камуфляжные андроиды, уже успевшие все измерить, отфотографировать и отснять на видео. Спустя несколько минут ничего не напоминало о недолгом триумфе Бехтерева. Исчезли даже обломки жерди с гвоздем, заботливо упакованные в прозрачный пластик равнодушными профессиональными руками. Никто не подсунул охотнику ни денег, ни бумаги с грифом совершенно секретно. Его вообще не заметили, точно он пустое место. Степан и сам чувствовал себя опустошенным. Вы потрошены рыбой. Вот только его безжалостно лишили не внутренности, а мечты. Ненавистный Филиппок остановился у служебного авто. — Степан Антонович, вы едете? — Что вам еще от меня надо? — Бехтерев сам поразился бесконечной усталостью, наполнивший голос. — Пытать будете? — Дам ответы на интересующие вас вопросы. У вас наверняка ко мне куча вопросов, верно? Ну так что, второй раз не предлагаю. Рука Красовского приглашающего указала на открытый салон, и охотник решился. Он забился на заднее сиденье, заляпанное грязью калины рядом с Красовским. Как бы ни было ему неприятно такое соседство. Потому что желание узнать ответы перевешивало все возможные неудобства. Стоя посреди истоптанной опустевшей поляны, Митяй ошалело смотрел им вслед. В салоне было просторно, но Бехтерев постарался максимально отодвинуться от Филипка. Задевая журналиста, он чувствовал себя, словно вляпался в дерьмо. «Что, с Митяем делать будете?» «О нем позаботятся наши специалисты», туманно ответил Филиппок. «Вы, кстати, знаете, что камера у него уже лет пять как нерабочая, там даже кассеты нет». «Знаю, у Митяя давно с головой непорядок. Тут в другом вопрос, вам-то об этом откуда известно?» Поджав губы, журналист долго буравил Бехтерев голубыми глазами и, наконец, что-то решив про себя, сменил линию поведения. «Как-то у нас с вами не заладилось. Предлагаю начать с чистого листа еще раз познакомиться. Моя фамилия действительно Красовский и звать меня на самом деле Филипп Иванович. Только я не журналист, а полковник, эммм, правительственной организации, о которой обычным людям знать не обязательно». «Секреты секретничаем», недовольно пробурчал охотник. «Ладно, дело ваше. А мне скрывать нечего. Меня зовут Степа, фамилия моя». «Бехтерев, Степан Антонович, 1961 года рождения, отбарабанил новоявленный полковник. Образование педагогическое, высшее, разведен, детей нет, за минувшие 15 лет около 30 раз менял место жительства. Последнее место работы – Пушкинский лицей города Сумеречи. Уволен по собственному желанию». «Вас и такое запоминать заставляют», вяло удивился Бехтерев. «Профессиональная привычка. Я про вас знаю абсолютно все. Даже то, что из лицея вас собирались уволить за прогулы». «Это ради науки». Уши Бехтерева запылали. «Я же не пьянствовал. Я окрептит ловил». «И это знаем. Именно благодаря вашим феноменальным успехам на этом поприще мы с вами сейчас и разговариваем». «Да какие там успехи?» Забывшись, Бехтерев едва не сплюнул под ноги. «За 20 лет одного лишака поймал, и того ваши архаровцы отняли». «Не скажите. На сегодняшний день на вашем счету 12 пойманных криптит. Это не считая лишака. И еще примерно столько же обнаруженных, но упущенных. Ну, что-то вроде вашего первого трофея». Глаза Бехтерева округлились от удивления, а сволочуга Филиппок, зная себе, улыбался, точно обожравшийся сметаной котяра. «Свежие воспоминания, да? И у меня свежие, будто вчера было. Я тогда простым аналитиком служил. Вашего волка спецгруппы из десяти человек разрабатывала. Опытные сотрудники, снаряжение по последнему слову техники, тепловизоры, спутники, транквилизаторы, все дела. Год, год! Ловили. А потом пришли вы, с сетью и ржавым капканом». Прошлое, старательно подавляемое все эти годы, вскрылось болезненным фурункулом. Слова полковника, оброненные мимоходом, полностью переворачивали мир Бехтерева. Старый промах, постыдный, унизительный, спустя годы оборачивался триумфом. Заныло в груди, и руки мелко затряслись от тени давнишнего страха. Вспоминалось, как, потеряв фонарик, бежал сквозь ночь, лишь благодаря свету низковисящей луны и уворачиваясь от деревьев. Широко раскрытый рот судорожно глотал с тыл и ночной воздух, заплетались ватные ноги, разрывая грудь, колотилось испуганное сердце. А за спиной ревел, бесновался, пытаясь разорвать прочнейшую сеть, кто-то голодный, свирепый, с пылающими желтизной глазами фарми. И только одна мысль не давала упасть, как на крыльях, перенося через предательские кочки и повальные деревья. Он нашел! Он поймал! Есть доказательства! Впрочем, была и другая причина бежать, что есть мочи. Очень уж жить хотелось. Будто в другом мире случилось серое промозглое утро, и расчерченный сплетенными за ночь серебряными нитями паутины воздух, такой не здешний, такой нереальный. Хлюпало болотные жижи в высоких сапогах, противно ныли натруженные мышцы ног. Тряслась в руках старенькая двустволка, наведенная на скрюченное бледное тело, жалкое, беспомощное, тщетно пытающиеся содрать с перебитой ноги стальные челюсти капкана. Следующий месяц пролетел, как в тумане, громкое судебное разбирательство. Заголовки в местных и областных газетах школьный учитель расставлял капканы на оборотни. Осмешки, косые взгляды, стыд, едкий, жгучий, точно спирт, которым он заливал досадный промах. Ловил волкалака, поймал электрика и сжев, тля зеленая. Повезло, адвокат попался в ушлый. Сумел не только дело замять, но едва-едва не выставил жертвы самого Бехтерева. Спустя пару месяцев история забылась, затерлась в памяти человеческой, уступила место новым сенсациям и громким разоблачениям. Однако нет, нет, да, укался тут бедолага-электрик. Однажды очередное «Эй, а это не ты ли оборотней под Тавровым гонял?» переполнило чашу терпения и Бехтерев впервые в жизни сменил работу, а с ней место жительства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова